Когда президент созывает во Дворце Независимости Совет Министров, это всегда значит, что обсудят категорически важные темы, неважно, стратегические ли или тактические. Сегодня, впрочем, Александр Лукашенко совещание начал нестандартно, предложив собравшимся, цитата, некоторую информацию. Чтобы представляли, с чего начинается обычный рабочий день у президента. Печально, но факт. Когда-то я предупреждал всех. Уверен, что и за столом сегодня присутствуют люди, которые не первый раз от меня слышали фразу «Лучше бедным, нищим на свободе, чем богатым в тюрьме». Касается это тех, для кого родина начинается с личного обогащения преступным путем, то есть коррупции, то есть взяток, превышение служебных полномочий и прочее решение вопросов за деньги в ущерб интересам государства. При этом президент сразу расставит приоритеты. Мол, обязательно кто-то не шибко умный напишет или даже подумает, что это перед выборами. Лукашенко снова оседлал антикоррупционного коня. Умные журналисты давно заметили, что Лукашенко давно, на нем уже лет 30 сидит. Я думаю, те, кто интересуется этим вопросом, помнят, что первую в истории в стране нашу антикоррупционную комиссию, в нашей стране возглавлял тот самый Лукашенко. И я не забыл, откуда я пришел. Я видел эту всю несправедливость и так далее и тому подобное. Коррупция, это ржавчина нашей экономики, я всегда об этом говорил, наносит жесточайший ущерб нашему государству. Не только в экономическом плане, но и в политическом. А поводом рассказать о коррупции послужило то, что главе государства, в том числе присутствующие в этом зале топ-чиновники, порой жалуются, мол, там силовики пережали. Или вот этого хорошего парня контролеры прихватили ни за что. Но раз так, то можно и разобраться по персоналям, причем публично. Следственным комитетом Беларуси в отношении первого заместителя начальника белорусской железной дороги Дулуба, которого породил, я так понимаю, в свое время Севак, но даже если не в свое время, то он у нас эту сферу отвечает. Возбуждено уголовное дело. В тайниках квартиры и загородном доме фигуранта изъяты денежные средства на сумму более 3 миллионов 200 тысяч долларов. 3,5 миллиона тупака только нашли. Железная дорога, первый заместитель, Анатолий Александрович, он первый заместитель у вас. Что я могу думать про руководство железной дороги? В том числе о вас. Я вас предупреждал с премьер-министром. Присаживайтесь. Причем символично, что прозвучало именно присаживайтесь, хотя могло бы и садитесь. Но если даже после этого эпизода на миллионы долларов у кого-то в вертикале власти остаются иллюзии, что задержать могут ни за что или пережать, то это точно не касается тех, кто в кадровом реестре президента. Но не стоит это воспринимать как некий оберег от наказания за преступление. Скорее, ровно наоборот. Ни одного человека никогда не задержали и не положили на него глаз, если нет конкретных фактов. А все люди включены в кадровый реестр президента. Это значит, прежде чем сделать в их направлении шаг, мне на стол документы. Я принимаю решение. То есть определенно у вас индульгенция, в том числе сидящих здесь. У вас ни один милиционер, чекисты, другие прокуроры и контролеры не могут тронуть пальцем, пока я не дам разрешения. А у меня так. Вы же все мои дети. Пришли. Вот документ. Фотографии, аудио, видеозаписи, где он берет эти деньги. Где он несет, кому несет он в оперативной разработке. И притом не он, а лица, с которыми он контактирует. Потому что для того, чтобы его взять в оперативную разработку, надо у президента разрешения попросить. Никто вас не имеет права ни прослушать, ни следить за вами, ни контролировать без моего разрешения. У меня закон один. Давным-давно. Факты на стол. И вот они приносят эти факты. И факты эти, скажет президент, приносят на стол чуть ли не каждое утро. Может, это гиперболизировал глава государства, а может и нет. Я же вам намекал. Слушайте, не лезьте, не берите чужое. Не трогайте. Это не ваше. Тайной в Беларуси это не будет. Мне получилось привить соответствующую вакцину для нашего народа, который вообще не терпит коррупции и воровства. И даже, будем откровенно говорить, если кто-то ворует, он любит из-за угла посмотреть в чужой огород. Вы сегодня договорились по взяткам, кому-то дали. Он завтра скажет, что ему кто-то дал взятку. Так было с помощником президента Брыло. Ну, к этому мы еще вернемся. Экс-помощник президента и экс-министр сельского хозяйства Игорь Брыло, впрочем, скорее просто фигурант, да и суммы там в основном скромнее, чем железнодорожные. При этом коррупция это плохо само по себе. Еще хуже, когда те, кто ворует у государства, у этого же государства, в лице его президента, набираются наглости просить еще денег, чтобы завершить давно профинансированные в полном объеме проекты. А почему поднимают? А следом, Головченко, давайте вот у Барановического отделения Белорусской железной дороги заберем колхоз. Когда-то передали, чтобы они там вложились и подняли этот колхоз. А заберем, потому что у железной дороги нет денег. Так вот, 3 миллиона, если бы он этот колхоз, первый зам вложил, там бы не было проблем. Чего же мы заберем? И такой добрый кораник подписывает. Да, надо Новогрудку или кому-то там передать этот колхоз. Зачем? Они бедные, у них денег нет. Почему воруют? А далее, по ощущениям, президент следующую фразу говорит далеко не только тем коррупционерам, фамилии которых сегодня прозвучали во Дворце независимости. Мало не покажется. Генеральной прокуратурой в 2024 году в этом возбужден ряд уголовных дел. В отношении первого заместителя, председателя Брестского обл. полкома Зайчука. Он в тюрьме уже полгода. Как в тюрьме полгода? Что, он в суде уже был? Нет, имеется в виду, идет следствие полгода. И за что? За взятку. Так, а вы что, этого не видите? Первый ваш заместитель. Денежное вознаграждение в качестве взяток в общей сумме тысячи долларов за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Земельные участки, выделение денежных средств, предоставление информации о строительных объектах, сельхозначения и так далее и тому подобное за содействие. Кто, Витальдович, будет отвечать за это? Товарищ президент, я по этому вопросу очень, так сказать, много выводов сделал в том числе. Садитесь. 26 января этого года Следственным комитетом в отношении бывшего замминистра энергетики Михадюка человек всю жизнь отработал в министерстве, так же? На пенсию пошел. За благоприятное решение вопросов по выбору высшего указа РИКа. Компания РИКа, Словенский или Словацкий? Словенский, да? Взятки давал. По выбору в вышказанной компании в качестве подрядчика при проведении работ по строительству и конструкции модернизации восковольтных подстанций на территории Беларуси. Десятки тысяч долларов. Человек отработал. Где он сейчас? В чем там? Где там? В последствиях. Где там? В СИЗО. В СИЗО? Ремавтодор Минского городсполкома. Вяжняка, который с июля 23-го года и так далее, и так далее, набрал взяток на десятки тысяч долларов. Я так понимаю, тоже, наверное, там? Обрыло много слышали. Не буду напоминать и повторять. Привлечены на сегодня три десятка человек. Виноват? Будешь сидеть. Первый заместитель управляющего делами президента, Рыбко, назначили. Взяточный клейма ставить негде. Сидит. Я только в этом году вот некоторые взял материалы, которые мне правоохранительные органы, в том числе председатель комитета госконтроля, вываливают на стол. Кто виноват и сколько за это придется отсидеть, вернув все украденное, а то и с повышающим коэффициентом, это уже работа следствия, прокуратуры и суда. А вот что делать тем, кто, может, уже встал на коррупционную дорожку, с которой его пока еще не выдернула группа захвата, это скажет президент личное дело каждого. Ну, вы выбрали этот путь, идите им. Больше я вас уговаривать и просить не буду. Причем ладно бы те, кто берет тысячами долларов своим профессионализмом, приносили государству миллионную прибыль. Мы сейчас не оправдываем коррупцию в любых ее проявлениях, но все же. Но как-то часто те, кто свою лапу сует в бюджет, чтобы затем лапу сунуть себе в карман, для государства бестолковые. Как вопросы какие-то решить? Ну, просто беда. Сам определяешь вопросы, сам ставишь задания, и сам едешь, проверяешь и потом делаешь вместо вас. Кстати, кем, возможно, непонятым останется Александр Лукашенко с этим совещанием, так это мировым политическим истеблишментом. Вообще в мире принято, чтобы действующий президент в канун своего возможного переизбрания своих чиновников гладил строго по шерсти. Карать за дело в политике как-то принято все же после выборов. В Беларуси же никакие компании кару не отсрочат. Я тут особо не парюсь по поводу того, вы меня поддержите там или нет. Я договорюсь с белорусским народом. Я договорюсь, я найду с ним общий язык. Я три десятка лет нахожу с ним общий язык. А вот вы подумайте, с кем вы будете работать. И вот только сейчас заговорили о том, что изначально было прописано в повестке. Первый вопрос – состояние и работа заводов по производству пеллет. Это топливные гранулы из отходов деревообработки. Предысторию Лукашенко напоминает лично. Построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое настоятельное требование. Почему? Летишь над страной, бурелома, всякой гадости в лесу, страшно смотреть. Думаю, ну а почему? Это все не переработать и не получить от этого эффект. Построили заводы, которые все это превращают в щепу. И мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился. Будем газом топить. Дрова не нужны, пеллеты не нужны, на экспорт поставлять не можем, логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. То есть правительство, когда все хорошо, благодаря договоренностям президента, не сильно думает, как сделать лучше или подстраховаться, если в сегодняшнем хорошо что-то поменяется в сторону ухудшения. Александр Лукашенко скажет, понятно, что есть проблемы по логистике, но министры как раз и назначены для того, чтобы проблемы решать. То же самое касается второго вопроса. Это работа агросервиса. Речь про 134 организации, которые могут и должны обслуживать технику колхозов и совхозов по районам. Особенно там, где аграрии своими силами отремонтировать, скажем, двигатель не в состоянии. Агросервис в печальном состоянии. Хотя публично от всех звучит, что без сервисного обслуживания никакую технику в 21 веке никто не купит. За границей мы горячимся, создаем сервисные центры. Без сервиса, без обслуживания техники у тебя никто ее не купит за границей, так? А почему в своей стране мы не можем эти сервисные центры не создавать, не восстанавливать, а пользоваться ими, пользоваться МТЗ? Гомсельмаш комбайны поставляют? Поставляют. Бобруйска, Громаш и прочее поставляют технику для села? Поставляют. Так 134 организации при вашем руководстве и правительство, они должны восстановить, чтобы они оказывали услуги на месте, чтобы бандиты, жулики, посредники вам не привозили какие-то запчасти. Разогнать собрались. Не будет этого. Я вам поручил восстановить. Сегодня вы расскажете, как вы героически это сделали. Еще при предыдущем министре сельского хозяйства, кстати, упадок агросервиса уже обсуждали. В 2019-м головной организации даже выбили реструктуризацию долгов. Реструктуризировали? Отсрочили долги. Простили фактически. Вы чего опять ко мне пришли? Вы чего пришли? И зачем нам такой министр, который эти документы направляет мне вместе с премьер-министром? Президент напомнил, финансовая дисциплина. То есть, если взял деньги, то верни. И, кстати, в приоритете в Беларуси обычные люди. Перед крестьянами, колхозами, совхозами не должно быть на 1 августа никакой задолженности. Ни по молоку, ни по мясу. У жуликов забирайте деньги, которые вы разворвали, и отдайте крестьянам за поставленную продукцию. Головой отвечу. И третий вопрос. Система спутниковой связи и вещания, которая есть в Беларуси, на которую государство выделило немалые деньги. Поэтому сегодня задача систему коммерциализировать. То есть, заработать, чтобы деньги государству вернуть. Госком военпром, ее собственник сегодня, просит соответствующую программу коммерциализации скорректировать. Александра Лукашенко тут же переводит этот термин с чиновничьего языка на русский. Что значит скорректировать? Опять деньги. Не будет денег. А вы сделаете и выполните свою функцию так, как я когда-то вам поручал по распоряжению. Я вас предупреждаю, премьер-министр. И все эти вопросы важные, конечно, но о том о сём. Президент, кстати, публично объяснит, почему и эти вопросы, которые могли бы и должны бы решаться без его очередного вмешательства, вынесены снова на уровень главы государства. Ну, это с подачи правительства. Одно дело мне коррупцию подкидывают, а потом вот такие документы. Надо деньги туда, надо деньги сюда. Почему у меня спрашивают? Потому что это уже позабюджетные траты. Резервы президента, ещё чего-то. Пусть он там деньги выделит. Вот на что я должен выделять деньги? На покрытие вашей безобразной работы? Или на коррупцию на эту? Работу это обсудили на примере тех самых пилет. Доклад и комментарии его от президента не нуждаются в пояснениях. В нашей стране создано 64 пилетных производства с суммарной мощностью около миллиона тонн в год. Массовое строительство указанных производств было условно двумя факторами. То есть зачем мы их построили? Да, необходимостью переработки образующих в процессе производов отходов лесопиления и деревообработки. Ну и значит это то, что получается при производстве основной продукции, получается щепа, получаются пилки. Вторая причина это экспортная привлекательность пилет на рынке Европейского Союза. Только Европейскому Союзу надо пилеты, а? Это забрасывает удочку к тому, что в Евросоюз. А сейчас там санкции, нас туда не пускают, поэтому некуда девать пилеты. Вот послушайте, вот журналисты, послушайте, точно так скажут. В 2021 году были поставлены в Европу 570 тысяч тонн пилет. То есть более... А почему только в Европу? Чуть позже там. Вы клали яйца в одну корзину. Я и вас и сейчас об этом предупреждаю, что этого делать нельзя. Со второй половины 2022 года реализации пилет на Европейске стало невозможным. Товарищ президент, то, что вы говорите. Предприятия в основном остановлены и законсервированы. Люди, которые работали на этих предприятиях, трудоустроены. Нормальная в регионах обстановка социальная. Все люди работают... Какая нормальная? Вы законсервировали новые предприятия, которые готовы производить миллион тонн нужных, нужных для страны продуктов. Значит, приостановили пока временно, потому что, еще раз говорю, внутренний рынок сегодня не готов употреблять то количество пилет, которые... Когда он будет готов? В течение двух лет. На этом моменте, когда докладывалось о том, где все плохо, так что вроде как все нормально, журналисты зал совещания покинули. Вполне вероятно, с этого момента риторика президента была еще жестче, а его эпитеты и метафоры еще красочнее. Итогом многочасового разговора за закрытыми дверями стали сухие доклады чиновников по сути обсуждаемых вопросов. Но по их сухости и по сути все понятно. Сейчас правительством выработаны комплексные планы по использованию пилет на внутреннем рынке. Ну и продолжаем работать по поиску, скажем, альтернативных вариантов поставки данной продукции в другие страны. Ну вот осуществлена первая поставка в Узбекистан – 2000 тонн. Ну понятно, что сезон уже отопительный ушел, поэтому дополнительно вернемся к этому вопросу в октябре-ноябре месяцы. И есть договоренность, что после проведения испытаний наших пилет Узбекистан станет постоянным, скажем, потребителем данной продукции. Очень интересен для нас рынок Китайской Народной Республики. Хотя, скажу, логистика очень сложная, но если правильно выстроить логистику, с учетом того, что большое количество машинокомплектов идет на наше предприятие, которое производит легковые автомобили, и понятно, что эти контейнеры возвращаются обратно пустыми, то если выстроить это все грамотно и четко, то можно получить, скажем, хорошую логистику. Конечно, один из вопросов – это текущее состояние дел в Белагросервисе. И та просроченная задолженность, которая возникла из-за непогашения задолженности предприятиями и организациями отдельных областей, которая ранее поставлялась техника, это в период с 2006 года. Был указ, который помог реструктуризировать задолженности, да, со срочкой, но не во всех областях сработали. Второй вопрос – это дать возможность закупать из одного источника запасные части, поставляемые Белагросервисом. Для того, чтобы сельскохозяйственным предприятиям не надо проводить было процедуру закупки и конкурсные торги, они могли спокойно приехать и приобрести в Белагросервисе точно так же, как и на заводах-производителях. По второму вопросу, который я озвучил, это, конечно же, принято и одобрено президентом. Первый вопрос – отправлено доработку. В установленном порядке предоставляем услуги спутниковой связи всем силовым ведомствам Республики Беларусь и не только. Работаем вместе с Мининформом по распространению каналов общедоступного вещания также. И эта работа будет продолжена с целью повышения коммерциализации нашей национальной системы. Впрочем, одно дело искусство доклада, другое дело искусство госуправления. И президент оценивает именно второе – справедливо, но жестко. После таких совещаний, как правило, выполняется даже то, что вчера казалось невыполнимым даже в теории. То есть чудеса возможны в Беларуси уж точно. Игорь Тур, Сергей Инковский, Наши новости ОНТ. Игорь Тур, Сергей Инковский, Наши новости ОНТ.